В центре Минска к открытию готовится музей архитектурных миниатюр. Он обещает познакомить с главными достопримечательностями Беларуси всего за два часа. За день до первых гостей эксклюзивные макеты рассматривала наш корреспондент Анна Волковец. Кревский замок, 15 век. Сделав буквально три шага в сторону, мы попадаем в Брёвскую крепость, Хомские ворота 1941 года. Год назад этот музей Евгений себе придумал. Он успешно работает в логистической сфере, но признается, что всегда мечтал увидеть результат своего труда не только на банковском счете. Так появилось желание создать то, что, как принято говорить, можно оставить после себя. Сегодня уже считает часы до официального открытия. Это самый сложный проект в моей жизни, который я делал. Мы, безусловно, делаем ставку на интерактивность, на дружелюбность и на технологичность. Потому что это таких три столпа, которые позволят клиенту чувствовать себя очень комфортно в нашем музее. Сейчас здесь готовы 15 миниатюр. Все они максимально детально отражают самые известные достопримечательности страны в масштабе 1 к 87. При этом в Брестской крепости застыл июнь 41-го, а в Лицком замке замерла эпоха рыцарских турниров. Для того, чтобы увлечь идеей каждого сюжета, экскурсоводы подготовили специальную программу с демонстрацией возможностей. Глядач, визитер, он может контролировать ход дня в этом помешкании. И, натискнувши на кнопку, он может заменить день на вечер, вечер на ночь. Ночь наступила в Брестской пушке. И после знов вернуться до дня. А еще в миниатюрах застыли несколько тысяч крошечных людей. В макеты можно всматриваться и даже вслушиваться. Николаевская церковь – это один из самых впечатляющих храмов на территории Белоруссии в стиле барокко. Сохранить лучшие музейные традиции, но использовать новейшие технологии – еще одна идея создателей. Здесь разработали мобильное приложение, которое предлагают скачать всем, кто хочет прогуляться по залам в одиночестве. Буквально минута на установку и в телефоне каждого посетителя – собственный, что немаловажно, бесплатный аудиогид. Кроме того, в приложении можно найти и карту с маршрутами, по которым сразу после посещения музея можно отправиться от объектов миниатюрных к реальным. На входе здесь уточняют – в музее можно и даже нужно фотографироваться. Для юных посетителей, растущих в эпоху Инстаграма, здесь даже специальная фотозона. Макеты тоже открыты для поиска новых ракурсов. «Сказал, что он откроется в декабре. Мы точно так же волновались с ним вместе и ждали, откроется же ли он в декабре или не откроется. Поэтому потрясающе вообще, очень волнительно. И я говорю, еще более волнительно, когда ты видел проект зародыша и вот теперь воплощение, то, что получилось. Здорово». Со временем музей «Страна Мини» обещает подготовить 70 экспонатов. Коллекция будет увеличиваться по мере того, как будет расти интерес посетителей. Приобрести билет в маленькую страну можно будет уже начиная с этой субботы. Музей получил прописку в столичном дворце профсоюзов. Анна Волковец, Александр Кривецкий. Наши новости ОНТ.